Маска Тигра, Убийца Гигантов, Миново Мэн это все не какие-то жалкие супергерои или японские мстители. Это один реальный человек и Кухиса Минова. Приветствую вас дикие шмели на лепестках Сакуры, с вами Федорович. А в этом видео вы посмотрите на подвиги уничтожителя Годзилл, Мегапельменей и Колобков Убийц, который вошел в историю ММА как убийца гигантов и стал идолом в Японии. Проблема этого мира в том, что глупцы и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений. Но для бойца это только плюс, а и Кухиса точно был фанатиком и глупцом своего дела. На профи ринге ММА Миново Мэн провел 110 поединков, выступая в таких организациях, как Pride, UFC, Punk Race, Dream и подобных. Но не эта цифра сделала его легендой, а качество этих поединков. Маска Тигра стал известен всему миру и обрел бешеную популярность в Японии благодаря тому, что будучи средним весом до 80 килограмм, он выходил в ринг против настоящих монстров и бегемотов под 150 и больше кило, доказывая всему миру, что масса далеко не всегда решает. Не беспокойся о том, что у тебя нет побед, беспокойся о том, достоин ли ты победы. А вот 30 марта 1996 года Икухиса Минова в своем дебютном профи поединке по ММА против Юдзо Татейси победы оказался недостоин и проиграл решением судей. Но уже следующий бой против Хайгорчина он выиграл болевым досрочно. Как говорится, даже после самой темной ночи приходит рассвет. Что правда, в случае маски Тигра это был не рассвет, а лучик фонарика. Ведь в последующих восьми боях он не познал сладость победы. Но такие мелочи не могли сломать будущего убийцу гигантов, и он продолжал выступать в топовых организациях Панкрейс, UFC и Прайд, набираясь опыта и обретая популярность. Как говорится, не жалей умерших, а жалей живых. А вот бойцов, кроме них самих, никто не пожалеет. Поэтому Икухиса решил себя немного пожалеть и после 15 лет в ММА в 2010 году перешел в японский рестлинг, где начал выступать параллельно с боями в ММА, в которых он продолжал драться до 40 лет. Один из интересных фактов про Минову заключается в том, что, имея за плечами 110 боев, он лишь один раз выступал в Америке, где проиграл решением судей. Ведь все сильнейшие турниры того времени были именно в Японии, и именно туда съезжались лучшие бойцы. Нужно быть строгим к себе и мягким к другим, но только не бойцу в ринге. А маска-тигра в ринге был строгим ко всем, точнее, ко всем конечностям своих противников. Ведь большинство своих побед Минова Мэн одержал болевыми на руки и на ноги, беспощадно выкручивая суставы даже слонячьим ляжкам. Ну а теперь давайте понаслаждаемся некоторыми божественными противостояниями, в которых гигантские Годзилла-подобные пельмени и просто лучшие бойцы того времени пытались уничтожить маленького Япошку. 3 апреля 2005 года на турнире Pride Bushido 6 в ринге напротив Икухисы стоял всем известный беспредельщик, один из самых грязных бойцов в истории ММА, уличный гангстер Гилберт Ивол. Минова хорошо знала подлости и грязных приемов беспредельщика, поэтому был готов ко всему. Когда у тебя ничего нет, тогда нечего и терять, как и Минови в этом поединке. Он был меньше, легче, слабее в ударке и силе настоящим андердогом, который вопреки логике бросился на фаворита с ударами. Но как оказалось, это был план для перевода в партер, в котором Икухисы знал, что делать, одержав таким образом славную победу. Если хочешь, чтобы люди сочли тебя психом, скажи правду, ну или выйди в ринг против бойца, который в два раза больше. Именно так и поступил Минова, когда 26 августа 2006 года вышел в ринг против короля четырехраундовых боев легендарного боксера Колобка, который решил покорить еще и ММА, 160-килограммового Эрика Эша по прозвищу Баттербин. Супер удар из рестлинга двумя ногами вперед от Икухисы ничего кроме улыбки на лысой голове Эрика не вызвал, а сам японец улетел в другую сторону. Но маска тигра решил не сдаваться и попытать счастье этим же ударом еще раз, что получилось менее удачно. Хотя это как посмотреть, ведь все не то, чем кажется, но и не наоборот. Поначалу Эрик привалил своей тушкой Минову к рингу в надежде раздавить и, может быть, добить. Но японец, как муравей, сбегающий от майского жука, перекрутил позицию и теперь уже Баттербин беспомощно лежал на спине не в состоянии подняться, ведь домкрат он забыл дома. А тем временем Миново забрал руку и сделал болевой, одержав таким образом еще одну великую победу. Когда приходит конец игры, короли и пешки ложатся в одну и ту же коробку. Но пока игра продолжается, нужно делать для победы все, независимо от шансов на успех. А в этом поединке у Миновы они были минимальны. Когда 31 декабря 2007 года противник японца поднялся на ринг, бедняга затрещал и прогнулся, а сами Кухиса обрадовался, что успел сходить по большому до боя. Ведь напротив него стоял двухметровый, 190-килограммовый монстр, которого можно было назвать Кинг-Конгом, если бы вместо сала были мышцы, или мутантом Зефиром, если бы он был белым. Но так как ничего не срослось, назовем его так, как назвала его мамуля, Зулузинью. Тактика на бой у бойцов была простая, как теория относительности. Миново пытался пробивать одиночный удар и убегать, выматывая снежка Кинг-Конга, а Громила очень хотел схватить, повалить и раздавить, а потом, может быть, и съесть. Это как скажет вождь племени. Субтитры создавал DimaTorzok «Кошки-мышки» ребятки играли три раунда, пока Зулузинью все-таки не обрушил свою тушку бегемота на мелкокалиберного японца и не начал добивать. У секундантов Миновы не выдержали нервы смотреть на этот ужас, и они выбросили полотенце. Но для фанов Икухиса все равно проявил себя как воин. В жизни нужно быть текучим, как вода, и отзывчивым, как эхо. Но бойцу нужно быть твердым, как скала, и жестким, как прошлогодний сухарик. А еще желательно и умным, хоть наполовину. Вот как раз-таки умности фаны в действиях Миновы не увидели, когда в 2009 году он согласился принять участие в гран-при новой организации Dream. Почему это было глупо? Да потому что это был турнир без весовой категории, так что средневесу там много не светило. В четвертьфинале в сопернике Миновы Мену достался охренительно накачанный бобсап. Со своим двухметровым ростом и 140-килограммовым мясом он не оставлял ни одного шанса просто своим видом в кабаках. Но в ринге немного другое дело. Здесь одного ужасного вида дикого носорога мало. Нужно еще и драться. А в этом компоненте лучше оказался Икухисо, сделав свой любимый болевой на ногу носорогу. Есть только две бесконечные вещи – вселенная и глупость. Хотя насчет вселенной ученые сомневаются. А вот в глупости бойцов сомневаться не стоит. Хотя храбрость и глупость легко перепутать. О чем и задумался малыш Минова, когда в полуфинале на ринг поднялся корейский колос – настоящее исчадие баскетбольного ада. 220-сантиметровый кикбоксер Хонг Ман Чой. Что за мысли в тот момент были в голове у убийцы гигантов, трудно сказать. Ведь с теми, кто в два раза жирнее, он уже дрался. А вот с теми, кто в два раза выше, еще нет. Поэтому наверняка его мозг закипал от стратегии действий против такого Годзилла Мэна. Но в реальности правильного выбора не существует. Есть просто выбор и его последствия. А выбор тактики Якухиса на этот бой стал очевиден с первых минут. Он хотел проходить в ноги гиганту и переводить бой в партер. А последствия такого выбора Хонг Ман Чою не сильно нравились. Первый раунд не дал особых преимуществ ни одному из бойцов. Но 10 минут беготни и возни обоих тигров измотали. Несмотря на то, что со стороны это выглядело, как будто первокласска бросается на ногу старшеклассника и хочет его покусать, на самом деле от такой беготни корейский монстр подустал. А это, в свою очередь, дало результат во втором раунде и победу, на которую надеялся малыш. Болевой на ногу в партере. Так что, все-таки в этом бою это была не глупость, а храбрость. Не стоит трогать проблему, пока проблема не трогает тебя. Также не стоит думать про финал, пока туда не попал. А вот когда попал, уже думать поздно, нужно делать. Сенсационный выход в финал Миновы не ожидал никто. Но его соперника, камерунского ассасина-убийцу с американским гражданством Сокуджу, ожидали здесь увидеть многие. А учитывая, что на этот бой он выходил после проигрыша Мусаси на Страйк Форс и хотел полностью реабилитироваться, ничего в этом удивительного не было. Тем более, что Сокуджу был действительно сильным бойцом, который с пяти лет занимался дзюдо и добился в нем больших успехов, как и впоследствии в ММА. Но как в любом болоте можно найти прекрасный лотос, так и Миново видел в этом противнике позитивчик. Потому что рост камерунского быка был всего-навсего 180 сантиметров, а вес каких-то жалких 100 кило стальных мышц, что в сравнении с тоннами сала вообще ни о чем. Хороший депутат прячет свои богатства, а вот Сокуджу в первом же раунде показал свой богатый арсенал ударки и раз за разом пробивал японца по этажам. В свою очередь Миново Мэн несколько раз хотел захватить ногу оппонента на болевой, но у него ничего не получалось. Не стоит судить о людях, потому что о них говорят, тем более бойцов, их нужно судить по делам в ринге. А наши бойцы этими делами показали немало. Во втором раунде Миново снова хотел затянуть Сокуджу в партер, но тот мастеровито уходил от грэплинга, при этом оставаясь на ногах и жестко разбивая лежачего японца. Только в конце раунда у Икухисо был шанс сделать болевой на ногу, но не хватило времени, что дало ему надежду на успех. На заключительный раунд бойцы выползали, как черепахи, на пересохшее озеро. Рефери дважды показывал пацанам желтые карточки за пассивность. Но потом случилось невероятное. Миново Мэн бросился на камерунского льва и засандалил ему два боковых, после которых ноги Сокуджу подкосились, а рефери остановил бой. Вот так маленький японец, в которого мало кто верил, одержал пояс чемпиона гран-при тяжеловесов, уничтожив здоровенных и страшных дядек. Поэтому, мужики, не стоит падать духом ни при каких обстоятельствах. Ведь из любой ситуации есть выход. Просто он нам не всегда нравится, но он есть. И победу можно одержать даже тогда, когда тебя считают аутсайдером и никто в тебя не верит. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео в соцсетях. А в комментах напишите, что думаете про бойца. И поделитесь своими победами, когда в вас никто не верил. Открытая консерва голыми руками тоже считается. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok